Вице-спикер Думы на этой неделе выступил с инициативой блокировать донаты трэш-стримерам. Понимаем, какая угроза здесь есть не только для политических стримеров, но и вообще для людей, которые зарабатывают созданием информационного контента в интернете, что когда будет создана система по ограничению донатов для одной категории стримеров, она будет масштабирована до любой другой неугодной группы стримеров. Чудовищная инициатива, задача которой максимально поставить под контроль экономические стимулы в обществе. Государство побеждает благодаря тому, что контролирует экономические стимулы и понимает, как они работают. Государство разделяет. Для того, чтобы властвовать, оно должно разделять. А как оно разделяет? Оно не позволяет вам, человеку, который хочет поддержать какую-то силу, организацию, которая отстаивает ваши интересы, сделать это, потому что если вы это сделаете, у вас закроют PayPal, у человека, который собирает деньги, тоже закроют PayPal. Именно поэтому любая попытка создать альтернативу Патреону, например, на которой либертарианские, в том числе политики, которые говорят неполиткорректные вещи, могли бы свободно собирать какие-то донаты, этим людям Патреон закрывает аккаунты, а любая попытка создать альтернативный Патреон, где аккаунты таким образом закрываться не будет, сталкивается уже с государственными репрессиями. Мы помним судьбы Хатреона. А в случаях, когда какая-то организация государству выгодна, когда она происходит в интересах государства, наоборот, снимаются все запреты, и людям позволяют донатить с необычайной легкостью. В России государство всегда смотрит за тем, как люди распоряжаются собственными деньгами и делают все для того, чтобы взять эти экономические стимулы под контроль, и где нужно поставить на их пути необходимое количество преград, для того, чтобы вы поддержать симпатичных вам людей не сумели. Продолжение следует...